Готовиться к рождению ребенка врачи советуют заранее, ведь если провести анализ здоровья будущей мамы и будущего папы, можно избежать серьезных проблем в процессе вынашивания малыша. Еще на стадии планирования беременности необходимо появиться у врача для анализа здоровья. Причем это рекомендовано как женщинам, так и их вторым половинкам. У нас очень много мужских факторов и бесплодия. Если взять анализ за 2020 год, женщин, которые с бесплодием наблюдаются в женской консультации, лидирующее место занимает мужской фактор. То есть это же тоже все корригируется, лечится. То есть мы даем направление к урологу. Уролог проводит обследование мужчины, он его лечит, готовит. Процесс подготовки к беременности или, другими словами, предгравитарной подготовки для каждой девушки может проходить по-разному. Все зависит от личных особенностей организма. Однако среди обязательных процедур консультация с участковым гинекологом, УЗИ и, разумеется, анализ крови на гормоны, общие клинические исследования и проверка на наличие инфекции. Все это входит в программу обязательного медицинского страхования, а значит, будет для будущей мамы совершенно бесплатно. Это недолго, абсолютно, потому что я уже говорила в предыдущем интервью, что у нас сейчас есть кабинет неотложной помощи, где врач-акушер-гинеколог, свободный от записи пациентов, находится постоянно в кабинете, принимает пациента в день обращения. Пациентке важно прийти в регистратуру и сказать, я планирую беременность. И регистратор уже выполнит свою функцию, предложит пациентке осмотр, и врач назначит рекомендованное лабораторное обследование, консультацию специалистов. Согласно наблюдению врачей, прохождение предгравитарной подготовки во многом облегчает жизнь будущей мамы, ведь так можно загодя поправить свое здоровье, а это значит, что и сам ребенок пройдет путь формирования легко и без каких-либо осложнений. Лариса Миронова задавлечен информационная программа «Время новостей».